Жительница ЖК усадьбы Суханова Лариса Яковлева со своим вопросом пришла на прием к депутату Государственной Думы уже повторно. Вячеслав Фетисов знаком с проблемой, которая заключается в том, что третий корпус жилого комплекса не поставлен на кадастровый учет. Неисполнение решения суда, затягивание процесса со стороны Росреестра вынудили жителей написать обращение даже к президенту Российской Федерации. Управление делами президента, они направили письмо, вот на основе моего обращения, они направили письмо в Федеральную службу Росреестра. Федеральная служба Росреестра присылает мне письмо, в котором пишет, что просто у Росреестра Московской области нет решения суда. В связи с данными обстоятельствами более двух лет участники долевого строительства не могут оформить право собственности на приобретенные жилые помещения, получить регистрацию и, как следствие, сталкиваются с трудностями в устройстве детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения и получении других социальных услуг. Для меня это будет дело чести, довести до конца этот момент и понять, как можно, в общем, не уважать людей, которые отдали свои деньги и ждут положительного решения. Дмитрий Коросткин обратился с похожим вопросом. На кадастровый учет не поставлен дом номер 8 по Завидной улице, где он проживает. Дмитрий рассказывает, что разрешение на ввод в эксплуатацию дома было получено еще 8 октября 2019 года. Подписаны акты приема передачи квартир. Люди живут в доме, но Росреестр отказывает в постановке из-за ошибок в техническом плане. До сих пор приходят отказы и не могут поставить дом номер 9 по Завидной улице. Притом ошибки каждый раз разные и несущественные. Просто жители поставили все условия, когда они не могут повлиять на то, чтобы как-то продвинуть этот вопрос. Также Дмитрия интересовали изменения проекта строительства автомобильной дороги Солнцево-Бутово-Видное. Будет ли тоннель, как было запланировано ранее. Три ВКС прошли с разработчиками с Минтрансом у нас в режиме. Были депутаты, депутаты бескомпромиссные, как и Копчерник, как и Григоряна, достаточно сильно щипали. Какие-то вопросы, там съезды на М4, там они включили пулы и никто не нашел основания для того, чтобы сделать это. Трасса, она проходит по очень многим лесам, которые здесь есть, в ближайшие округи. И особо охраняемая зона Борковский, которая планируется, с краснокнижными животными, тоже будет задета. Хотя говорят, что как бы проект, ее границы не определены, потому что Московская архитектура не согласовала изменения границ этого участка. В любом случае необходимо людям объяснять, что происходит, куда пойдет дорога, какие затронут места, как это отразится на экологии. В ходе встречи были рассмотрены и другие жалобы. В поселке Дрожжино жители дома номер 21 по улице Южной провели общее собрание собственников, выбрав другую управляющую компанию. Но, несмотря на получение лицензии, управление осталось у прежней УК. Аналогичная ситуация с домом 13 по новому шоссе. Вячеслав Фетисов пообещал решить этот вопрос. Подводя итоги работы дня, депутат Государственной Думы поделился своим мнением по актуальной сейчас теме вакцинации от COVID-19. Я вакцинировался одним из первых еще весной прошлого года, поговорив с человеком, который эту вакцину разработал. Мне достаточно было пять минут, чтобы понять, что я этому человеку верю. Каждый должен принять для себя решение, что он в этой ситуации должен делать. Ну а следующий прием депутата Госдумы состоится через месяц. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.